На заседании комиссии участникам представили статистику правонарушений несовершеннолетних. В прошлом году в Губкинском зафиксировано 12 эпизодов. Наиболее распространённым является хищение электронных гаджетов. Заметно снизилось число преступлений, совершённых по предварительному сговору, а также связанных с наркотиками. Субъекты профилактики призвали усилить разъяснительную работу и провести ряд мероприятий. Мы запланировали ряд мероприятий, которые необходимо провести буквально апрель до 25 апреля, потому что мы понимаем, что май месяц – это конец учебного года, и нам нужно до конца учебного года, конечно, провести большие профилактические мероприятия и провести в марте месячник правая пропаганда. Причём мы наметили здесь ряд мероприятий, которые направлены на те актуальные проблемы в подростковой среде, которые сегодня имеют место быть. По информации отдела опеки и попечительства Управления образования, на учёте состоит 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они находятся под особым контролем со стороны специалистов. Они регулярно посещают замещающие семьи. Как правило, опекуны охотно идут на контакт со специалистами отдела, получают необходимую информацию. Отмечено снижение числа детей, оставшихся без попечительства. Что касается выявлений детей-сирот, можно сказать о том, что выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, гораздо меньше по сравнению с предыдущими периодами. Например, за 2016 год выявленных детей всего пять, которые остались без попечения, они все устроены также всеми. Ещё один актуальный вопрос – организация временного трудоустройства несовершеннолетних. Губкинский центр занятости населения в 2016 году провёл 18 ярмарок вакантных рабочих мест. В них приняло участие 368 подростков. Чаще всего юные губкинцы занимаются благоустройством городской территории, делопроизводством, организацией досуга, подсобной, курьерской и архивной работой. На приобщение к труду выделяется значительное финансирование. Затрачены 4 миллиона 136 тысяч рублей из окружного бюджета – 1 миллион 602 тысяч рублей, из местного – 1 миллион 760 тысяч рублей, и средства работодателей – 773 тысячи рублей. Также на комиссии заслушаны доклады представителей Управления по труду и социальной защите населения и отделения по вопросам миграции ОМВД России по городу Губкинскому. По завершению заседания участникам комиссии представили информацию Губкинской городской больницы о распространении электронных сигарет среди подростков. В ближайшее время по каждому из вопросов подготовят постановления, которые будут направлены всем субъектам профилактики. Валерий Усманов, Олег Семагин, Новости Губкинского.